Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и очередная партия в полюбившийся вам режим Красная Смерть. Видите, тут все повыбирали кого-то. Я решил взять антигероев, раз их никто не взял. По-моему, одна из сильнейших фракций. Тут, конечно, надо юниты понаходить за них, что не всегда получается, прямо скажем. И в этом плане те же пираты, скитальцы, потом еще сектанты посильнее, потому что они либо быстро передвигаются, либо дальше видят, соответственно, натыкаются на руины. Но если антигероям удалось собрать юниты и они дожили до узкой, ну, до небольшой зоны и постоянно держатся в границах вот трех клеток от границы безопасной зоны, то я не знаю, как эту фракцию можно побеждать. Так что поиграем, посмотрим, как получится. Появились мы опять на окраине какой-то. На южной... Южной оконечности этого погибающего мира. Ну и почему у меня юниты не ходят? Видимо, не все еще загрузились, я так понимаю. Да, теперь, пожалуйста, подождите. Так, наконец-то отлагало. Довольно долго. Так, давайте я, наверное, по отдельности буду все-таки ходить. Потому что поселенец дальше смотрит. Не думаю, что его сейчас кто-то может захватить. Сначала мне не очень нравится. Может, мне поселенцам сразу на воду пуститься, я вот думаю. И пойти по побережью. Так, вон руины. Да, я, наверное, так и сделаю. Потому что тут какие-то холмы, это будет очень долго. А по морю ты можешь быстрее передвигаться, соответственно, больше видишь. Два сектанта, конечно, это опасно в игре. То есть шанс, что они... Ага, вон руинки. Ну и спускаюсь. Минус 8. Это можно терпеть. То есть это как минимум на... Ходов 10. Зато смотрите, как сразу перемещаться начинают юниты. ПТ-команда. Пехотинец. Уже поприятнее становится играть. Сейчас, наверное, через речку перешагну. Четыре юнита уже получше. Ну и поселенцам этот город заберем. О, где-то варвары появились. Я даже схожу их захвачу. Отлично. О, блин. Не очень удачно. Ладно, я тогда остаюсь. Высажусь тут. Я не думаю, что кто-то будет. Но если кто-то будет, это, конечно, будет трендец. Но надо рисковать. Без риска, мне кажется, в Red Death не победить. Тут сейфово сложно играть. Буду просто высаживаться в конце хода. О, отлично. Опа. Уже кого-то победили. Я даже не заметил, кто это был. Честно говоря. Так, в конце хода, как я и сказал. Что, я последний остался. Да, блин. Какого хера ты решил походить? Вылетел. А, нет, это тот, кто ходил. Ну, кого убили. Он вышел. Да, так ведь? Да. Так. Отлично. Ну, пока начало, по-моему, неплохое. Еще повезло, что нету никого рядом особо, поэтому я тут могу развлекаться, как хочу. Надо бы, наверное, уже поселенца под защиту брать. Или можно вообще постоять, полечиться пока. Вряд ли тут кто-то. Пиратов нету. Ну, блин, это вообще как-то везет на руины. Так, я, пожалуй, возьму апгрейды для всех юнитов. Так как пока мы не знаем, куда зона сойдет, то я во все стороны просто расползаюсь, как... Ну, тут никого нету, я потом смогу собраться прихода до появления зоны. Посмотрим, где она будет. Ну, вообще, такое пространство у меня большое довольно. Не знаю, почему никого тут не видно. Видимо, повезло мне. с зоной. Так, и тут никого. О! Это у нас выживальщик, да? Не будем давать ему возможности с нами воевать. Потому что он будет прокачиваться. Нам это нафиг надо. Вертолетик. Нет. Ядерка. Тоже приятно. Но в начале игры я бы лучше вертолет хотел. Так, у нас есть ядерка. Это прекрасно. Сейчас появится зона. Надо будет от края зоны уже играть. За антигероев. Плюс 10 ксилия. В шестой цире это очень крутой бонус. Для любых юнитов. Опыт. Опыт я меньше всего тут люблю. Нет, меньше всего я люблю, когда мне поселенца дают. А вот, кстати, один из сектантов. Сюда прется. Очень хорошо. Так. Ну, наверное, будем... Я даже не знаю. Ну, пойдемте сюда пока. Не знаю, где сейчас зона появится. Так. Тут бы надо все-таки уже поселенца подводить. Я смогу, интересно, стрелять? Наверное, нет. Это он на холме находится. Я не на холме, поэтому он... Я не смогу по нему снять. Посмотрю, конечно. К началу хода будет. Не могу стрелять. Но я пока не имею... Ого, отходит он. Отлично. Блин. Он забрал. Но я тут уже плюс 10 имею. Я уже тут имею плюс 10. Блин, он еще тут этот лагерь заберет. Вот говно. Может мне бахнуть по нему уже термоядеркой? Сюда. А что ее копить? А, я не могу пока, я не вижу. Я вот сюда могу, тогда я себя заеду. Нет. Тогда не будем. Что за поражение? Что этот лагерь как-то забрать? Ну, мне надо полечиться, наверное, постоять. Он, наверное, сейчас меня проатакует. Он просто стоит в лагере и в обороне, видимо. Поэтому у него 68 против 73. У него плюс 6 за идеальное место. А вот когда он атакует меня, это норм. Плюс еще и... Давайте вот эшелон будем прокачивать. Следующим ходом вполне можем... Опа, он объединил. У меня плюс 10. Представляете, вот сейчас... Видите, как я даже корпусу... И плюс он еще в красной зоне находится. Мне надо его не выпускать отсюда. Тут горы. Он, наверное, куда-то вверх пойдет. Вот туда. Эх, ядерку бы в него кинуть. Но я не вижу территорию, поэтому и не могу. Ну, мне надо его где-то встречать здесь, этого сектанта. То есть, зона явно будет в эту сторону схлопываться. И надо будет его встретить. Так, здесь я должен, по идее... Мне кажется, еще раз меня проатакует. Хотя, по-моему, варвары когда-нибудь в красном таком... Уже нет. Хотя могут... Могут, на самом деле, проатаковать. Так что, подождем. Так, смотрим. Да, проатаковал. Перекиньте, поэтому забираем. Получаем вертик. Отлично. Так, здесь убиваем его. Зай, что он стоял? Просто чувак потерял корпус. Так, я, пожалуй, соединю здесь. Под защиту. Хочу посмотреть, что тут на этой клетке. У меня часто бывает, что я какую-нибудь клетку пропускаю, а потом прихожу туда, а там что-то вкусное. Так, вертолет это очень хорошо. Пойдем вверх. Тут его где-то встречать надо. Плюс здесь. И вот смотрите, вот сейчас. Считайте, пулеметная рота за два выстрела уничтожила корпус пехоты. Просто одиночная пулеметная рота уничтожила корпус пехоты. Потому что плюс 10 имела. За два выстрела. Первым ходом, в том, правда, он тут проспал. Ну и, скажем, корпус пехоты не полностью здоровый был. Но я не знаю, что он тут стоял, никуда не уходил. Так, где-то варвары появились. О, здорово. Мы, пожалуй, воспользуемся приглашением. Нет, тут ничего все-таки. Тут мы будем лечиться. А здесь разведывать территорию. Так, ну куда ты тут, сектант, убегаешь? Ну и он куда-то сюда уходит, в эту зону. Да, он где-то тут явно будет. Так, очень хорошо, лагерь варваров. Еще вертолетик или ядерка. Мне не помешают. Лучше, конечно, вертолетик. Когда вертолету, можно больше карту контролировать. Блин, вот этот сектант практически весь таймер ходит. Просто так раздражает. Ну он с самого начала, если кто-то может сказать, да у него там много юнитов. Он с самого начала так ходит. Триндец. Понимаете, я прокачаю тут на движение по холмам. Или по тропическим лесам. А вот он где. Надеюсь, это его последние юниты. И тут вот был выживальщик. Он почему-то за мной не пошел дальше. Ничего интересного жалко. Смотрите, сектант пододвинул ПТ-команду и увел этого. Но не может мне тут ничего сделать. Смотрите, я просто ваншотаю его юниты в трех клетках от безопасной зоны. Это такой офигительный бонус, прямо скажем. Прокачка. Ну, давайте штраф уберем. Так, вертолетом. Ага, тут все собрано. Мне кажется, знаете, вот... Может, сектанты вот отсюда шли туда, а потом там зона оказалась, им теперь обратно надо идти. Ну, вот смотрите, тут все собрано. Тут уже кто-то побывал. Ну, варвары об меня убились. Как всегда. Точно. И один вертолет. Защищу поселенца на всякий случай. Постаю, полечусь. Так, вон какие-то варвары оттуда идут. Давайте глянем, что там. О, там лагерь варваров. Отлично. Так, где там твой посел? Иди сюда. Я тебя не больно убивать буду. Сектант. Сейчас мы его тут зажмем. О, надо тоже на движение по холмам прокачать. Надо догнать этого пехоту с поселенцем. Я ему убил корпус пехоты и ПТ-команду. Не знаю, сколько у него там юнитов, конечно, накоплено. Но это, мне кажется, существенно его подорвал. Ну, вот мне, правда, сюда вертолетом против ПТ-команды воевать не особо. Хотя можно против пулеметчиков. Давайте попробуем прокачать против пулеметчиков, а потом против ПТ-команды. Так. О, это другой сектант. Кстати, это тоже сектант, но другой. То есть они там вдвоем где-то тусят. Я знаю, что с одной стороны мне надо тут около зоны держаться, а с другой тут никого уже не будет. Тут уже никого не будет. Я тут уже всех убил. Надо бы как-то... Собираться уже в кулак. Я не хочу, чтобы он... Но он тоже хочет лагерь забрать. Но можно дать ему возможность его побить. Мне-то надо около зоны держаться. То есть тут моя сила. Здесь у меня никакой силы нету. Получается... Ну я... Просто, чтобы... Очки, потому что это... Я немного получаю урона, а опыт за убивание получаю. Так, понятно. Надо попробовать тот лагерь будет забрать, конечно. Каким-нибудь по стликам. Так, куда ж... Куда ж... Первый сектант делся. Ну тут скоро зона будет схлопываться, я думаю, в эту сторону. Я понимаю, что сейчас не в трех клетках, но я тут воевать не с кем просто. Просто не с кем. Так, ну он не может меня убить, подойдя сюда, например. Он только вертолетами может меня атаковать. Тут реки. Я не думаю, что он может каким-то образом меня убить. Зато он может... Так, давайте посмотрим... Вопрос фастклика только сейчас. Я думаю, сейчас пулеметом убьет вот этих ребят, и я смогу вертолетом захватить. Хе-хе-хе-хе-хе. Обидно, да? Обидно. Я думаю, ему. Он ливнул. А, нет. Это кто-то другой ливнул. А, нет, это он и ливнул. Да. Это был очень важный лагерь варваров. Который заставляет людей ливать из игры. Ни хрена себе, этот сектант накопил армию пулеметов. Так, ну... Блин, мне походу этот вертолет убьют. Так как... Нет, не убили. Отлично, валим отсюда. Так, давайте атаку с фланга прокачаем. А тут противотанковых команд. Попробуем этого поселенца. Блин, а где ж этот... Куда тогда делся этот сектант в итоге? Я его не могу поймать. Ну, будем тусить тогда около... Границ пока. Просто этими юнитами я не успею никуда подойти. Просто будем стоять тут. А вот этот... Этот юнит дает плюс 10 к боевой мощи против танков и вертолетов в соседнем юнитах. Ну, правда, тут танков и вертолетов не особо много. Так, сейчас опять фастклик в 2D режиме. А, это уже компьютер ходит за него. Вот, футы. За этого красным уже компьютер ходит. Все, его больше в игре нет. Ладно. Возвращаемся. А он... А вот он там зря отступает на самом деле. Потому что плюс 10... Ой, это я зря встал так. Он... Ой, блин. У меня, правда, конечно, плюс 10 есть, но я очень тупо... Ну, кто же знал, что у него тут... Не, ну, если я быстро фасткликну, то я спасу вертолеты, но... Это я тупо сделал. Да. Так, ну, пока стоим здесь. Я просто надеюсь, что, может, где-то лагерь варваров появится. Мне далеко этими юнитами туда идти. Так, ну, как всегда, если у меня фастклик проходит, то я молодец, а если нет, то все против меня и так нечестно. Ну? Ну, отступай. Фух. Блин, а ему там помощь прилетела. Все равно так нечестно. Хотя и спасся, но так нечестно. Теперь можно против вертолетчиков прокачиваться. Раз. А, во. Так у меня тут тоже прилетело. Надо этим вертолетом сбегать. А что варвары нигде не появляются? Даже скучно. Ну, блин, что ты сюда подлетаешь? Иди нафиг. Он за мной ходит. Ну, я вроде как перекликиваю. То есть у него позже ход начинается, поэтому можно успеть спастись. Похоже. Так. И вертолетом полетели за гуманита... Блин. Офига мне этот мирный житель тут с вертолетом. Варвары нигде не появляются, да? Ну, вот если он сейчас за мной пойдет, будет очень здорово. Тут плюс 10 я имею. Может, постепенно уже армию соединять? Тогда туда пойдем. Хочется бахнуть ядеркой в сектантах. Но, мне кажется, рано еще. А, слушайте, я тут не в трех клетках. В четырех. Немножко будет назад отойти. Так, там забрали посылочку. Но там тоже явно сектант забрал ее. Так. Ну, наверное, я уже встану в лечение тут вертолетами. Еще ядерка. Ну, в принципе, наверное, можно будет начинать как-то ядерками пользоваться. Жалко, что больше я пока ничего. Может, мне вертолетами полететь сюда? Ну, блин, тут выживальщик был. А, выживальщик тоже вышел. То есть у нас остались живые люди, только фанаты. И сектант второй. Откуда вот пришел этот разведчик, если мы не видим лагеря варваров никаких? Никакого. Полетели, слетаем сюда. Посмотрим, что у нас там. Тут вертолеты бережем. В принципе, можно потихоньку... Блин, знаете, вот в чем прелесть сектантов? Так как он видит на три клетки дальше, ему проще ядерную бомбу. То есть нельзя всеми как бы юнитами туда подходить. А если, подсказать, кинуть одним вертолетом или двумя вертолетами, он их легко может уничтожить. Ну, какими-нибудь быстрыми юнитами. Прямо не знаешь. Есть у нее ядерка? Нету. Ну, у меня две ядерки, это хорошо. Опять сокровищница пустая. Какой-то странный баг, конечно. Ну, пока я неплохо играю от зоны. Подойти туда к вару этим к выживальщикам. Так, это не три клетки. Надо немножко туда сместиться будет. Только вот эти два юнита у меня бонус имеют к силе. Ну, чтобы вам проще было понять силу антигероев, вот это их плюс 10, то это считайте, что одиночный юнит у него сила как у корпуса, а у корпуса сила как у армии. Так, я думаю, понятнее. Так, давайте потихоньку туда подходить. Так, тут вертолеты пускай долечатся окончательно. О, где-то... Блин, далеко. Не, не пойду я. Причем, когда уже 20 урон наносится, это, мне кажется, далековато идти. Так, тут не видно сектантов. Нужно подходить потихоньку. Эти вертолеты на разведку отправляются. надо карту открывать и понимать, кто где. Интересно, где фанаты. Я боюсь, что тут фанат там юнитов насобирает. И тут вот, понимаете, у меня проблема в том, что тут у меня уже ничего нету, уже все собрано. Я просто боюсь, что я подойду к финальной битве без ничего. Ну, то есть, это, конечно, неплохое количество юнитов, но это... О! Нет! Не говорите, что сектант он ушел отсюда? Он отсюда просто ушел. Ну, и ладно. Давайте смотреть, что у нас тут. Так, вот это, значит, мне, считайте, прилетело. Постепенно отходить уже от зоны. Ну, мне бы хотелось танчик или РСЗО. Ядерок две штуки, я думаю, это вполне достаточное количество. РСЗО. Ну, в принципе, норм. Так, а где у нас, собственно, сектант? Куда он делся? Ага, вот выживальщик, которым компьютер управляет, и пехотинец сектантов. Не хочу с ними воевать далеко от зоны, честно говоря, просто хочу видеть, где они. Ага, вон. Подошел парень. Ну, кстати, я ему могу нормально урон нанести. Минус 24. Жалко, это я не могу выстрелить. Я, наверное, сюда встану и следующим ходом выстрелю. Покажал, я тут останусь просто. у зоны с антигероями воевать, даже если у тебя ... Метео, он только на 8 меня превосходит силой. А сейчас я еще его протокую. И еще. Доступно повышение. Встанем сюда. И еще ходом должен, по идее, а может и не убить. Посмотрим. У меня тоже РСЗО. Ясненько. Полетели туда вертолетами. Ага, и тут пулеметная рота. надо атаковать РСЗО, потом этим... По-моему, я его перекликиваю. Поэтому надо этим воспользоваться. Причем перекликиваю существенно. Могу двумя юнитами успевать атаковать. Ладно, попробуем. Давайте сразу в 2D. Следующим ходом схлопывание зоны будет. Давай, парень, заканчивай ход. Ну... Но я одним успел выстрелить, а второй нет. Он убил РСЗОшкой мне юнит. Да. Ну, давайте уже время корпусов, я думаю. О! Это ты хорошо заехал. И вот тут тоже неплохо. может не переключаться в 2D и так вроде норм. я правда не буду плюс 10 иметь или буду. Вроде нет. Но у меня и так просто вертолеты они сильны против пулеметов как раз. Другой вопрос хватит ли мне вот этот плюс 10 имеет. Отлично. не смог убить вертолета ай-яй-яй. Мне кажется тут сектант я продав фанат еще не встретил но мне кажется сектант тут главный мой соперник. надеюсь РСЗО все-таки спасти. 5 ходов ну блин довольно быстро будет зона схлопываться. все вертолеты апгрейдятся. Я их пожалуй проапгрейдюю. Этот не может до этого вертолета достать. вот главное этот вертолет апнуть. Взято за атаку с фланга возьму против наземных юнитов наверное. Ой против пулеметчиков. Так у этого возьму тоже против пулеметчиков. а этим пойдем ловить наркомана. Блин не спасу наверное РСЗО. Ну я считаю что сектант ошибся в том плане что он около зоны держался. То есть ты воюешь против антигероев которых бонус как раз против во время зоны. Иди в центр из центра как-то пытайся меня поймать. А я как раз его около зоны держу и получаю бонусы офигительные к моим войскам. Я его просто сейчас в зону не пущу и все. Попрокачиваюсь на его юнитах. Интересно где там фанат? Ну смотрите армия сектанта вышла сюда. Он юнитов набрал где-то. Вот у меня проблема в том, что у меня не так много юнитов как мне хотелось бы. у меня вертолеты прокачаны на атаку с фланга. Двукратный бонус за атаку с фланга против противотанковых. Не так весело будет. А вот еще тоже за атаку с фланга. Конечно могу это в армию вертолетов объединить, но не хочется. Меня считаете эти вертолеты как корпуса сейчас действуют. Надо попробовать этого посила забить и не дать ему этим юнитам его выйти в безопасную зону. Тут он конечно вперед идет с этим корпусом. Это круто. Это мощно. Он может тут противодействовать, но мне я бы хотел ага. Вот ты как на последних секундах решил ходить. Ладно давай так и сделаем. А я зато фасткликер от бога. Ну точнее не от бога конечно а того кто сетевой код блин умрет наверное о блин чудом просто в безопасную зону мер СИЗО въехал чудом так у него значит где-то еще есть посел получается так один ход до схлопывания нет это он хорошо сыграл да не спорю бдыш и хана всем моим вертолетам ну что ж давай ответку бросать в тебя то есть ты где-то тут стоишь давай но отлично по-моему сыграно то есть все мои вертолеты хана ну вот чего я и боялся то есть он видит три клетки вперед просто три клетки три клетки и что я могу сделать против такого только сидеть и бояться мы стоим просто тут знать бы где еще фанат нахуй то что я все вертолеты потерял это хреново просто вот в одном месте где-то варвары блин ну да хрена вот тут игра создает вот как как я за ними вообще могу сходить хоть вообще хоть кто-то даже себе мутантом был как бы я мог за ними сходить вообще что это за создание варваров неизвестно где в это время фанаты там видимо развиваются все так мне говорили что при наведении 4 хода 4 хода знаете я пойду вот сюда вниз и вот тут буду тусить хай там этот сектант я просто не знаю где фанат на самом деле мне больше хотел чтобы этого сектанта добил уже фанат или сектант с фанатом зарубился очень жалко потери всех вертолетов сижу и плачу сейчас вы не видите но сижу и плачу горючими слезами просто у меня три поселенца нафиг мне этот все этот умрет значит ну зачем мне кажется два их достаточно посылать его уже куда-то на разведку нету смысла слишком маленькая зона плавать негде вообще по морю не особо получилось поплавать что зона сразу собралась вот в том месте где суша ну у меня во всяком случае где суши не знаю может тут море какое-то сейчас мы вниз сходим посмотрим умирает так это лечится постепенно вниз перемещаемся ой как как он хорошо ядерку бросил ну это способность сектанта вот в этом плюс сектанта ты далеко видишь плюс три клетки это очень здорово ну как как блин у антигероя плюс десять к силе у зоны очень здорово вот у каждой какой-то фракции он сдох и в зоне таки я его все таки я неплохо видимо тоже ядерку бросил в итоге сектант сдох в зоне варварцы отлично ребзя живем так подойдем туда этими дальше вниз идем надеюсь мне дадут вертолетик тем более два хода то есть я успею забрать в безопасной зоне все это дело так варвары хорошо появились это прям еще и убились от меня вообще молодцы вертолет здорово прокачиваем сразу вон выживальщики а вот а вот и фанаты ой блин так давайте мы прижмемся к зоне а то мне эти фанатские армии вертолетов не очень нравятся ух ты вот точнее зона прижалась к нам так а где же выживальщики еще есть одна ядерка про запас хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою и еще и с ядеркой для друга про запас потому что потому что всех милее и дороже всех заманчиво так куда на этот вертолет полетел всех заманчиво и строже в этом мире доброта я ядерки чисто с добротой бросаю в соперник без всякой злости все выживальщики побеждены фанат их добил я тем не менее продолжу тут смотреть а эти ребята у меня будут здесь постепенно тусить вспоминаем этот юнит дает плюс 10 против вертолетов и танков всем юнитам рядом с ним вот где фанаты были побеждены мне кажется он просит ядерку тебе в лицо вам так не показалось вот у нас варварцы блин он отходит а мне к нему приближаться тоже не с руки у меня как бы зона моя союзница поэтому наверное стоим пока да тут похоже ничего нету у меня надо больше территории открыть на самом деле все все в армиях все ой блин это я больно вышел отступил 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 все все правильно сделал так он концентрируется в центре тоже мне кажется правильная тактика против антигероев то и всему нету смысла лезть ко мне знаете мне надо поширше расставиться в том плане что если что-то прилетит чтобы я это быстро мог взять может давайте отсоединим единственное жителя так будет склопывание зоны нормально мне нравится ну что тут ничего ну с другой стороны ему как бы меня надо что-то нападать например на этот вертолет стоило бы напасть то есть он он не пытается карту не пытается карту контролировать а это в любой стратегии важная часть о даже что-то еще есть важная часть победной стратегии слава богу от него я могу не ждать ну точнее ядерка может быть но он не может видеть скопление где моих юнитов сейчас это не сектант вам который сволочь такая так давайте заберем здесь я пожалуй сюда встану он вот тут концентрируется так 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 это интересно мне надо как-то вот эту территорию открыть и сюда швырнуть ядерком или вообще до конца сидеть ждать что мне прямо сейчас уже швырять так я смогу следующим ходом стрелять и пулеметом и РСЗОшкой о все пехоты нету да здорово так ПТ команда попробуем этот лагерь кстати забрать ПТ командой не знаю куда он тут отходит честно говоря ага вон его вертолет так я в трех клетках нет не в трех мне надо будет вернуться нет не убивай меня ну зато один вертолет ему убьем блин он уже сюда переместился жаль ну что ядерку сюда бросаем видимо что еще делать должны убить если мы перекликаем то этого армию вертолетов убиваем отлично отлично ну прям все складывается в нашу пользу я не знаю правда если ядерка у у фаната но здесь пока в нашу пользу идет так так пока постою полечусь здесь я наверное сделаю уже корпус вертолетов о это интересный ход спасибо кажется он не знает куда ему деваться просто просто не знает что делать уже я ядерку хорошо бросил стоим лечимся объединяемся в корпус спущусь так уж и быть так апт команда может убегать может ну давай подходи все а тот у него умер в красной зоне фу ну тут мне кажется сектант был главным соперником и он удачно в меня ядерку бросил и я в него похоже удачно ядерку в ответ бросил но ничего да готы конечно если готам повезет собрать армию а мне тут в данном случае еще на 2 ядерки повезло то сложно их остановить давайте посмотрим графики количество сражений вот этот сектант даже больше сражался чем я видимо с варварами фанат вообще практически не сражался там к концу что-то у него получилось и все зато этот сектант и юнитов больше терял даже больше чем я а уничтожил юнитов он тоже да ведь и сектант был главным моим соперником он больше сражался но хорошо хорошо брошенная ядерка помогла мне победить как мне кажется на этом все играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и Субтитры создавал DimaTorzok